Друзья, всем привет! С вами я, Эдскрайбер, и сегодня у нас очередной топ. Топ самых долгоиграющих смартфонов, то есть самых долгоживущих смартфонов по времени, или же неубиваемых смартфонов по времени. В этом топе, друзья, будут как народные смартфоны, то есть в широком использовании, так и абсолютно чумовые телефоны, которые просто-напросто поражают своей батареей, своей автономностью. Это будет интересный топ, и давайте начинать. Первый смартфон в этом топе, самый простой, это Redmi Note 6 Pro. Экран здесь 6,26 дюймов, Full HD+, разрешение, и это IPS-матрица. Здесь 636 Snapdragon, видеоускоритель Adreno 509, версия есть на 3,32, 4,64, и в Antutu приблизительно около 115 тысяч баллов выбивает этот телефон. По батарее здесь батарея 4000 мАч и MIUI 10. Здесь также используется microUSB, и телефон этот стоит около 170 долларов. Пользоваться вы можете приблизительно 2 дня, ну, можно сказать, в таком эконом-режиме. А почему я включил его в этот топ? Потому что, действительно, это один из самых долгоиграющих смартфонов и самых, наверное, распространенных смартфонов. Сюда можно включить также Redmi Note 5. Почему этот телефон очень долго живет? Батарея, да, 4000 мАч, это хорошо. Но, мне кажется, здесь есть другая составляющая, это 636 Snapdragon. Во-первых, он очень энергоэффективный. Это, наверное, самый энергоэффективный процессор в этом году, потому что он просто-напросто не кушает батареечку. И, ну, и хорошо адаптированная система MIUI 10, то есть, собственно, оболочка компании Xiaomi. Вот эти два фактора, если сложить между собой, то получается великолепный, автономно, очень хороший телефон. На пятом месте, потому что он в топе не самый лучший. Друзья, мы продолжаем. На четвертом месте Asus Zenfone Max Pro M2. Да, друзья, многим из нас знакомый этот телефон. Также можно включить в этот топ Asus Zenfone Max Pro M1. По сути, там характеристики немножечко меняются, но хочется сказать, что, по сути, они держатся почти что одинаково, потому что есть у них определенные преимущества, о которых мы сейчас с вами поговорим. Экран здесь 6,3 дюймов, Full HD+, разрешение и это IPS-матрица. Здесь 660 Snapdragon, видеоскоритель Adreno 512. Версия начинается от 4.64, в Antutu убивает около 144 тысяч баллов приблизительно. Основная камера на 12 Мп от компании Sony. Здесь установлен голый или же чистый Android. В качестве порта здесь используется microUSB. Батарея здесь, друзья, на 5000 мАч. То есть, представьте, это такой ходовой, недорогой телефон с функцией NFC, с плюшками, с хорошим экраном. В принципе, не стыдным таким неплохим дизайном. В общем, все есть в этом телефоне, но, пожалуйста, вам сюда еще добавили батареечку на 5000 мАч. И это великолепно. Но, что хочется сказать в отношении процессора. Здесь 660 Snapdragon. В Mi A2 стоит точно такой же процессор, и он очень сильно кушает батарейку, потому что там частоты завышены. В этом телефоне же компания Asus сделала правильно, или же взяла именно правильный чип с более пониженными частотами, и они не кушают батарейку. То есть, если честно, разницу вы не заметите в игровых процессах, или просто в использовании этого телефона. Вы просто не почувствуете, друзья, эту разницу. Но разница будет в том, что этот процессор просто-напросто не будет есть батарею. И в этом прелесть этого телефона. Компания Asus уже второй телефон выкатывает, и этот телефон просто великолепный, отличный. Я бы рекомендовал Asus Zenfone Max Pro M2 и Asus Zenfone Max Pro M1. Тоже можно сюда, в принципе, включить. Цена этого телефона около 270 долларов, и будет держаться он примерно 3 дня в эконом-режиме. Следующий смартфон Xiaomi Mi Max 3. Да, этот телефон тоже, друзья, вам знаком. Здесь есть определенные преимущества. Характеристики этого телефона. Здесь большущий экран, 6,9 дюймов, Full HD+, разрешение, и это IPS-матрица. Здесь 636-й Snapdragon. Видеоускоритель Adreno 509. Версия начинается от 4,64. В Antutu приблизительно около 118 тысяч баллов набирает этот телефон. Основная камера на 12 мегапикселей от Samsung. И батарея, внимание, 5500 мАч. То есть на 500 мАч больше, чем в Asus Zenfone Max Pro M2. Здесь также MIUI 10, USB-C. И стоит этот телефон приблизительно около 250 долларов. Будет хватать этого телефона примерно на 3 дня. Тоже в эконом-режиме приблизительно. В чем фокус этого телефона? Почему он действительно тоже самый такой долгоиграющий из всех таких распространенных, можно сказать, телефонов? Здесь, обратите внимание, опять 636-й Snapdragon, который получился абсолютно энергоэффективным. Ну и оболочка этого телефона, фирменная оболочка MIUI 10, которая очень хорошо адаптирована. Она энергоэффективна. Видно, что Xiaomi в этом плане очень хорошо работает. И постепенно, со временем, обновляется прошивка, оболочка. И телефон становится еще более энергоэффективным. И вот получается в связке 636-й Snapdragon plus MIUI 10, плюс батареечка на 5500 мАч, дают этому телефону третье место, потому что он просто очень долгоиграющий. Ну и в плане потребления контента, наверное, это один из самых удобных телефонов. Я сейчас говорю о видео, потому что он на нем может смотреть. Большой, хороший экран, стереодинамики, все дела. Также и в игры играть неплохо, потому что здесь нет ни вырезов, ни каких-то челок, капелек, ничего такого. Просто стандартный такой классический экран с минимальными рамками. Так что заслуженное третье место. А пока мы продолжаем, друзья, обязательно подписывайтесь на этот канал, ставьте вот такой вот лайк. Как видите, я нарисовал прям очень большой такой. Я рисовал его в течение пяти минут, а вам лайк поставить всего лишь одну секунду. Делайте репост этого видео, жмите на колокольчик. Всем хорошего настроения, а мы продолжаем. Второе место, друзья, это уже дичь. Ulefone Power 5. Пробежимся по характеристикам. Здесь экран 6 дюймов, Full G+, разрешение, и это IPS-матрица. Процессор центральный здесь Helio P23, видеоускоритель Mali-G51 MP2. Версии есть на 4.64 и 6.64 в Antutu. Приблизительно около 82 тысяч баллов убивает. Основная камера Sony AMX 230 на 21 мегапиксель. Android 8, USB Type-C здесь есть. И батарея на 13 тысяч миллиампер час. Это просто сумасшедшая батареечка. То есть, друзья, когда вы покупаете Powerbank на 10 тысяч миллиампер час, вы понимаете, что вы просто в пролете, потому что Ulefone на 13 тысяч миллиампер час будет гораздо больше вашего Powerbank, допустим, на 10 тысяч миллиампер час. В общем, такая вот неплохая фишка у этого телефона. Стоит он приблизительно около 270 долларов. И хватает этого телефона, друзья, не в эконом-режиме, а в таком нормальном режиме на 5 дней. Представляете, на 5 дней его хватает, и это великолепно. Если говорить, друзья, о самом телефоне, то это такой брутальный телефон. Очень такой, можно сказать, либо спортивный стиль, либо такой стиль трансформера и так далее. То есть, это видно, что такое не совсем стандартное решение. То есть, не как предыдущие три телефона. По крайней мере, если вы им казарнете, вы выделитесь на основном фоне от других телефонов. Телефон, друзья, большой. Большой он в первую очередь по толщине. Если поговорить о минусах этого телефона. Минус это тяжелый и большой гаджет. Это настолько тяжелый и большой гаджет, то не стоит его покупать, конечно же, бабушки. Но люди, которые ищут именно автономность, наверное, скорее всего, они не обращают на это внимания. Я вот сам тоже думаю, зачем нужна такая большая автономность. То есть, скорее всего, вам нужно уйти куда-то прям, прям очень далеко. То есть, в лес, там, еще куда-то. Если вы такой брутальный мужик, которому просто по барабану, понятно, что у вас такие руки, что вы можете бревна кидать пачками, то и этот телефон для вас не будет никакой проблемой. В общем, заслуженное второе место. Улефон Пауэр 5. Ну и первое место, друзья. Энерджайзер Пауэр Макс Пи 18 Кайпоп. В общем, представленный совсем-совсем недавно. Кто смотрел выставку MWC 2019, то представили там именно этот телефон. С одной стороны, это просто громадина. Давайте пробежимся по характеристикам и подведем некоторые итоги. Экран здесь 6,2 дюйма, Full HD+, разрешение, и это IPS-матрица. Здесь новенький процессор Helio P70, видеоскоритель Mali-G51 MP3, версия на 6,128, то есть сразу же по максималочке, без всяких проблем и разгонов. В Antutu выбивает около 157 тысяч баллов. И здесь, внимание, друзья, основная камера тройная на 12, плюс 5, плюс 2 мегапикселя. Фронталочка здесь тоже интересная, мы об этом еще поговорим. 16, плюс 2 мегапикселя. USB Type-C есть. И, внимание, батарея здесь на 18 тысяч миллиампер час. Друзья, 18 тысяч миллиампер час. За неделю вы не убьете этот телефон. В режиме ожидания, друзья, он продержится 2 месяца. То есть вы заряжаете этот телефон, оставляете его дома в режиме ожидания, уезжаете на полтора месяца в отпуск, приезжаете, а у вас телефон еще работает. Прикиньте, вот такая вот тема. Я просто в шоке. Просто бомбезно. Невероятно большущая батарея у этого телефона. Ну и, конечно, если обратить внимание на его внешний вид, то становится еще более интересно. Грубо говоря, толстый телефон и очень тяжелый телефон. Не совсем привычный такой форм-фактор. Я отмечу, что задняя крышка похожа на OAP 20 Pro. Но самое большое мое удивление, друзья, вот прям реально, что меня удивило, это передняя панель. А по сути это экран. Потому что 90%, даже больше 90% занимает именно передний экран. Друзья, нет рамок сверху, а снизу совсем такая небольшая красивая оборотка у этого телефона. Так вот, за счет чего здесь получаются селфи-снимки? Да, камера здесь, друзья, выезжает вот таким вот образом, красивым и великолепным. Видео вы можете смотреть на этом великолепном экране два дня без перерыва. Друзья, это самый автономный телефон сейчас на свете. 18 000 мАч. Это был мой топ. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк обязательно этому видео. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.